Благотворительный фонд «Содействие» создан нашим земляком, известным в России меценатом и предпринимателем Вячеславом Киреевым. «Лукоморье» далеко не первый проект, связанный с нашим районом. В декабре 2014 года Одинцовским ребятам был показан мюзикл «Белка и стрелка». Правда, происходило это в Москве. Именно тогда глава района Андрей Иванов и предложил благотворителям привести похожее представление в Одинцово. В преддверии Дня защиты ребенка, перед первым числом и в окончании учебного года, дети уходят на отдых, летние каникулы начинаются, создать настроение хорошее. Вот выбрали эту дату, сделали, ну вы посмотрели, по-моему, очень хороший мюзикл. Ну а потом наш фонд «Слово» держит. Мы помогли организовать это мероприятие, нашли хороший спектакль, привезли его сюда. Глава вот решил сделать такой подарок, организовал, предстоял зал. Значит, все вот здесь совместными усилиями у нас получилось, на мой взгляд, ну, для всех это радость. Посмотреть мюзикл съехалось около двух тысяч мальчишек и девчонок со всего района. Со сцены прозвучало приветствие от лица главы. Сегодня Андрей Робертович при поддержке фонда «Содействие» дарит вам этот мюзикл. Прекрасный мюзикл «Лукоморье», составленный по произведениям Александра Сергеевича Пушкина и народным русским сказкам. Хорошего вам просмотра. Мюзикл «Лукоморье» пришелся как нельзя, более кстати, еще по нескольким причинам. Главный из них – предстоящее 6 июня празднование Пушкинского дня России и Дня русского языка. Именно поэтому постановка, опирающаяся на произведения поэта, которого считают основателем современного русского, сегодня особенно актуальна. Сказочное «Лукоморье» раз в тысячу лет меняет своего правителя. И от его жителей зависит то, каким станет следующий глава. Темные силы стремятся воспитать в преемнике зло, а светлые – сохранить в нем доброе начало. Успех мюзикла на Одинцовской земле позволяет надеяться на то, что такие представления приедут в наш район еще не раз. В благотворительных фондах планов всегда громадье. То есть задач стоит в десятки раз больше, чем реально выполнить. Ну и добрых людей хватает, и инициатив у нас хватает. Конечно, будем заниматься. Что касается мюзикла, вот таких программ, ну в любом случае, вот такие мероприятия, конечно, будут проводиться. И новогодние, и может быть вот так вот в разделение года, может быть еще больше. То есть, на мой взгляд, если есть потребность в этом, ну организовать в принципе можно. Организовать в принципе можно. Не то, что возможности фонда, а всегда есть коллектив людей или единомышленников, которые усилия сложат свои и организуют это дело. Значит, будет потребность. Придумаем, как сделать. Как обычно, на мероприятиях фонда содействия, одними из самых почетных и желанных гостей стали дети с ограниченными физическими возможностями. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.